итак давайте начнем всем привет добро пожаловать и вперед а у ноги сэки 3 глава день 2 патрулирование как всегда начнем с патрулирования а это означает что побегаем по ключевым персонажем и пообщаемся с ними а потом потом нас ждет сайды причем интересный так серега из-за этого референдума национальной независимости столько бумажной работы накопилось есть одно дело которое меня интересует поэтому можно куча разного другого спихнуть на другие отделы но как бы то ни было сейчас первоначальной задачей является преодоление кризиса помимо того что вам нужно отправиться к студии кукол не забывайте также выполнить запросы о помощи до капитан так что там привет вел даем привет всем так надеюсь у вас там никаких проблем если что пишите у меня тут программа для чатика слетела нормально так нужно покормить котика еще нужно зайти в комнаты и вещи расставить новые так для лойда мы ничего не брали для рэнди по-моему мы что-то брали вот тут сойдет отлично для ваджи для ваджи ничего ну а для сереги тем более так для или мы брали там музыкальную шкатулку так думаю тут сойдет дойдет о ребят и вент сегодня лойд его команда решили вернуться спецотел поддержки между делом и передохнуть все решили отдыхать по-своему и поработать над докладами или можно лойд да заходи о как лойд прокачка ребят отношений мы уже уходим или как а не 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 мы с нами не связались еще и штабы ничего не сообщали срочного остальные еще не собрались так что спешить нам некуда пока что а вижу количество нового вещей у тебя тут увеличилось так мы сами покупать ну как-то все это само собой получилось иногда когда я возвращаюсь в родительский дом и оттуда беру всякие книги и безделушки которые мне нужны да но все таки по сравнению с моей комнатой у тебя такой порядок и это несмотря на то что количество предметов у тебя больше чем у меня а это музыкальная шкатулка да антикварная музыкальная шкатулка из магазина эмильды производства компании ревелт знакомое название песня который тут играет вызывает такую носталгию что я решила купить ее в итоге не хочешь послушать да мне очень интересно да да матвей та самая компания звучит так успокаивающе на то компания ревелт из империи одна из самых известных компаний производства музыкальных инструментов однако ее музыкальные шкатулки тоже довольно популярны а им знаем бывали у меня когда-то была подобная же музыкальная шкатулка только чуть поменьше я помню что я потерял ее когда брал с собой за границей вот как может быть это какой-нибудь памятный предмет о ее родителях я уже в какой-то момент бросила идею взвестись новой потому что их уже перестали производить но я была действительно очень рада что мне удалось найти ее купить у эмильды сан понятно да уж магазинчик этой бабули иногда действительно очень полезный действительно ну что ж ладно пойдем лайт да так комнате или теперь установлена вся мебель или предметы украшения так тут ничего ну чтож ребят миленький ивент так вот тут сойдет так ребята вот велик что мы купили для нуэль может покатаемся по городу так о ивент собственно тут опять мы типа решили сделать перерыв итак ну чтож думаю вот так сойдет наверное голос лойда нуэль ты не против лойд сан да конечно все в порядке уже пора уходить они не не с нами не связались из штаба и не сообщили о какой-то каком-то срочном запросе все остальные тоже еще не собрались так что спешить некуда ленте же самую фразу что его или были а ты что пишешь какой-то отчет или доклад да это часть обязанностей в рамках временного перевода я предоставляю ежедневный отчет командиру sony вот как тяжело тебе приходится чтоб чё серьезно ладно вот это интересный момент а тут у тебя действительно много всего интересного о это велик и там еще гоночный флаг о сразу обратил внимание ну увидишь ли я же тоже жил в республике на протяжении двух лет кстати говоря там я видел действительно очень много велосипедов в отличие от русбелла а также я видел гонки которые как раз таки использовались такие флаги да 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 совершенно верно ребят гонки на великах ну бы и нет спецотдел поддержки против первого следственного отдела и гилди брейсеров как вам такая гонка блин надеюсь такой ивент завезут на каком-нибудь празднике так вернемся к тексту на самом деле мой покойный отец был большим поклонником подобных вещей о как когда я была еще маленькой он всегда брал меня с собой мы на поезде ездили в республику чтобы посмотреть на гонки о как правда это было всего пару раз потому что он был очень занят своей работой в силах раны вот как значит любовь нуэль к урбал машинам началась именно тогда это так очевидно но если у меня будет отпуск я с удовольствием хотел бы снова пойти посмотреть на другую гонку а к сожалению найти время нелегко интересно она фанатка максима лугана или нет да уж взаимно я думаю что нуэль может не просто пойти понаблюдать за гонками а даже принять участие в них ну ладно оставляй гонки в сторону если у тебя есть какие-нибудь рекомендации насчет велосипедов ты не могла бы дать эти рекомендации мне не просто я видишь ли один мой знакомый очень был большим любителем кататься на велике и мне самому я думаю что я мог бы составить тебе компанию в отпуске где мы бы еще могли бы там покататься на велосипеде или что-то в этом роде о господи лойт ты опять за старая звучит неплохо это действительно очень хорошее физическое упражнение еще будет для нас но самое главное это очень весело ладно я принесу тебе каталог когда пойду к родителям и возьму его как-нибудь хорошо полагаюсь на тебе ну все не старая как обычно ну ну ладно как обычно так у нас для кита что то есть хоть вспоминая мне же есть то плюшевая игрушка для киев думал мне стоит передать ее ей лойда разыскал киев и подарил плюшевую игрушку а это для киев спасибо лойд да всегда пожалуйста но видно что разработчики очень любит киев даже в этих ивентах и озвучили остальных нет да думаю тут сойдет отлично сама кия а ее тут нет по моему она куда-то пошла и не помню куда надо астара а что-то там там нету ничего ты просто просто подходишь тебе говорят здесь стоит стол здесь стоит ваза вся а да точно наш по магазину пошла точно но чем накормить ее рыбы или кошачьей едой а а остальные нету ничего у новых предметов нету только у старых из зеро держи котик так это для нас спасибо ну такое мускальная шкатулка вот еще вот еще зеркало что думал что мы сейчас можем взять велик и пойти покататься мини велик гоночные флаги гоночные флаги увы нету ничего я уже тыкал до этого предмета что были о в чем дело братик ребята вы меня испугали я уже подумал что моему нашла меня а они играют в прятки ну знаешь что вообще то нельзя прятаться вот в таком месте прямо у нас вы да ладно вам не будьте такими жмотами я прячка я короче буду прятаться оттуда вы никому не говорите ну ну не будешь же палить пацаны новый хлеб беннет хорошо продается но когда я сделал ей комплимент она мне сказала я тебе не проиграю и начал отдуться да че с ней опять о боже может быть она действительно меня ненавидит да я бы сказал что с ней но все равно он не поймет он что лоид ммм оскар да как ты можешь себе такое позволить так это выражение лица когда он ел его действительно выглядело так как будто ему очень понравилось так стоп сейчас не про это я не могу сейчас радуются из-за такой глупости нет ну ребят ждем моменты когда у них там будет свадьба и дети по моему это поджимарь уже будет или нет потому что ну тут очевидно ребят да хорошо слушай раз такое дело как насчет того чтобы пойти и посмотреть как в инде работает Панси, тебе стоит пронаблюдать за своей сестрой И тоже научиться быть инженером Ты аж уже говорила Не собираешься стать этим твоим инженером Так, тети нету дома Так, опять-то есть Ян-сенсей закрылся наверху на втором этаже И работает над конституцией По-моему, я уже это читал Сегодня он очень сильно занят Поэтому мне нужно сделать все возможное, чтобы поддержать его То ли что-то похоже Ну, как бы тут смотреть нет смысла Сюда нас не пускают Привет, Виктор Ребят, газета есть? А если найду? Не, нету А мясо есть? Тоже нет Ну и Растов, давай чего-нибудь вкусненького Так, к Хейвордам не заходим У них там квест О, пацаны Наконец-то я вас нашел Сегодня Ты единственный Когда дело доходит Чтобы зайти так далеко на этой Орбал-машине Реже Поэтому я надеюсь, что ты и дальше будешь за рулем Ладно, предоставьте это мне Ну, салар там, скорее всего, закрыто Как всегда Только если не какой-то выходной, праздник Хотя Такое редко бывает Хозяин очень сильно занят в последнее время Поэтому мне нужно готовить ему еду Которая Зарядит его энергией Хм Какую еду Какую еду мне подать ему В следующий раз О, как насчет баранины В ней очень много белка И мало И мало калорий Поэтому я уверен, что она придется по вкусу дедушке Хм, хорошая идея Госпожа Эли Как и ожидалось от вас Вы хороша В этом деле Ой, да ладно Тебе не нужно так хвалить Предложение о национальной независимости Имело большое влияние На различные круги И хозяину сейчас приходится С этим иметь дело Сегодня у него встреча С Мэром Диттера В башне Оркис Ну Надеюсь, что он Хотя бы заботится О своем здоровье Ну Эрастов нормально Хорошо сойдет Так Пустят нас Или нет Ропустили А, понятно Спецотдел поддержки Добро пожаловать Мне очень жаль В данный момент у нас репетиция А, вот как Я бы с удовольствием посмотрел Но, увы Да, не стоит мешать Давайте вернемся обратно Да, простите за вторжение За беспокойство Ну Они заняты Как всегда Ну Нет Вряд ли тут, конечно, есть кто-то интересный Нет Я и не сомневался Так Эмильда С кем-то Связалась по Эм Кройству связи Что у него под прилавкой Или пытается связаться Ах, этот старикан Он совсем не отвечает Не берет трубку Эмильда Что-то не так О, это вы, ребята Ну, я только что пытался связаться с Йоргом Дабы спросить его о следующих новых куклах Старик Йорг Ну, слушайте Это как раз то, что нам нужно Может, только мы какую-нибудь интересную информацию узнаем Да Что-то в последнее время Никак не могу с ним связаться Так, ребят Понятно Там нас ждет что-то Ну, я уверен, что он находится В своей студии И, скорее всего, находится в разгаре работы Поэтому и не отвечает Такое всегда бывает Ну, кстати Недавно мы уже узнали Что Эмильда Сан Давно знакома С стариком Йорга Мы это узнали Когда она обратилась к нам Ну, с тем запросом Ну, с тем запросом Что она знает Про эту студию кукол Итак, ребята А вам что-то от меня нужно Или как? Хе-хе-хе Я всегда готова Устроить какие-нибудь сделки Если тут будут вовлечены антикварные вещи А, нет На самом деле Мы не по этому поводу Хотели поговорить с вами Мы просто хотели задать вам Тут пару вопросов Ллойд спросил О студии Розенберга И в целом О старике Йорге И почему же вы пытаетесь Разнюхить Разнюхивать Информацию о нем Да так Просто Из любопытства Хе-хе Ну, ладно Но на самом деле Даже я не так уж и много знаю О Йорге В конце концов Он Фанатичный Фанатичный Поехавший старик Который Всегда держится в стороне От общественности И В тишине В закрытом помещении Тихо делает Своих кукол Ну, как я уже говорил Ранее Ну, максимум Он там еще работает Над декорациями Для Аркансиэль Но не больше Как минимум Исходя из того Что я знаю Понятно Ну, до тех пор Пока я могу Зарабатывать На его куклах Для меня Нет Меня все устраивает Мне наплевать На личную жизнь Этого старика И Понятно А у них Удивительно Сухие отношения Но именно это И помогает им До сих пор Сохранять Хоть какие-то отношения Ну, раз такое дело Похоже Нам придется Самим навестить его Да Ну, ладно Пошли, ребят Упс Какого интересного Ну, что ж Неплохо Слушайте Хоть ничего значимого Мы не узнали К сожалению Но все равно Так Упу Это звуки Которые обычно Делают Когда пытаются Имитировать машину Папа, кажется Опять думает О машине Он очень их любит Ладно Ты опять Бросаешь диету Блин, вот эта фраза Сложная Даже если Будешь делать Такое Миленькое Личико Это не означает Что я могу Просто на это Закрыть глаза Все Мы больше Не знаем Друг друга Мы больше Не подруги Так Что у них Происходит Я не могу Больше Я брошу Эту диету Найду себе Парня Которому я Понравлюсь Такой Какая и есть И точка Да уж Секунду Так Ну делаем Ставки Что будет В следующий День Ну Блин У них Действительно Развивается История Потихоньку О Да Дли Сама Вот товар Который Вы заказали Ну что ж Примерим О Это вы Ребята Какое Черт Вы тут Делаете Ну Даже Если Вы так Говорите Ну Скорее Мы бы Хотели Узнать Что Вы тут Делаете Похоже Вы решили Купить Какой-то Очень Дорогой Продукт О Кожаные Туфли А что Это за Бренд Так 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 Не нужно Меня Ставить В один ряд С теми Поехавшими Людьми Которые Гонятся За брендами Понятного Они вообще-то Сделаны на заказ А То есть У него еще хуже Все Значит Вы очень Придирчивый У нас Клиенты То есть Кожаные Туфли На заказ Ну Я обычно Хожу только В одних Кроссовках Баннингс Кто-то Только Что Сказал Э Что Ты Только Что Сказал Свою Реплику Так Свою Реплику Твои Слова Только Что Прозвучали Так Как будто Кожаные Туфли Это Мелочь Вообще Не имеет Значения Обращать Внимание На Так Тогда Вот Что Я Тебе Скажу Ты Сильно Ошибаешься А Да Не Я Как Б Не Когда Дело До До Обуви Нет Ничего Лучше Такого Глубокого Материала Как Кожа Так Чем Больше Ты их Носишь Тем Больше Они Начинают Адаптируются Тебе И Чем Лучше Ты За Ними Ухаживаешь Тем Глубже Становится Их Текстура Такое Такое Прекрасное Удовольствие Отношение Обуви Нельзя Получить От пары Кроссовок Так Мне кажется Здесь Становится Слишком Жарко Да Честно Говоря Это Было Неожиданно Так Что Что Что-то Не Не Слушайте Знаете Какие Они Войну С Эстель Могут Устроить Потому Что Эстель За Кроссовки А он За Туфли Кожаные Ребята А вы За что Туфли Или Кроссовки За что Вы Будете Голосовать Так Зайдем К Деде О А Вот И Тетя Жена В чем Дело Что Я могу Для Тебя Сделать Ну И Ну Почему Ты Такой Грубый Ты Забыла Свой Бенту Вот И Я Пришла Доставить Его Тебе А Что Правда Я даже Не Заметил Ой Прости И Спасибо Что Принесла Его Мне Так Нету О И Ребята Читаешь Какую-то Книгу Кстати Да Она же Говорила Про Книгу Да Я Искала Книгу Которую Можно Отнести В больницу Шизуку И Которую Собственно Она Сможет Прочесть Когда Навещу Ее В Следующий Раз А Вот Какой Выбрать Все Они Кажутся Довольно Интересными Так Стоп Подожди Это Полка Часть Уголка Кник Брейла Это Сказала Что Они Интересные Кия Ты что Тоже Можешь Читать Такие Книги Да Кия Может Их Читать Она Так Легко Это Сказала Что Может Их Читать Ты Научилась Этому В Воскресной Школе Или Как А Не Кия Научилась Этому Когда Была С Шизук Вместе Книга Марки Ведьма Из Глубокого Леса Также Была Переведена На Шрифт Брейла Так Что Это Было Довольно Легко Наверное Будет Легче Прочесть Такую Книгу Которую Ты Уже Знаешь Но Но Так Быстро Это Все Выучить Способна Только Кия Так Окей Интересно Не Ну Кто-то Сомневался У нас Кия Вообще Невероятно Вот Ребят Нужно Брать С ней Пример Вот Если Бо Я Мог Так Учить Языки Как Она Все Остальное Я Бо Выучил Наконец Китайский И Русский Заодно Который Еле Знаю Кстати У нас Фрагмент Голубые Цветы Криптиды Звучит Немного Зловеще Но В любом Случа Мы Должны Делать Все Что В Наших Силах Не Так Ли Ребята Пожалуйста Будьте Крайне Осторожны Да Спасибо И Тебе Фран Спасибо За то Что Всегда Нас Поддерживаешь А Все Ну Лунар Меня Уже Отправляли Учить Русский Язык После Стримов По Якузе Тут Так Что Как Б Нет К сожалению Я ничего Не знаю Мне Учиться Надо Так Отдадим Фрагмент Опа У вас Там Фрагмент Тогда Могу Отправить Этот Фрагмент Криминалистам Чтобы Они Проанализировали Данные Из Из Орбал Терминала Да Пожалуйста Ну что ж Пожалуйста Подождите Минутку Так Это У нас Вторая Страница Из Терминала 2 Агносис Расшифровано Отлично Если Вам Попадется Еще Какой Нибудь Фрагмент Пожалуйста Принесите Его Мне Если Вы Хотите Посмотреть Проанализированные Данные Обратитесь Снова Ко Мне Да Спасибо Не Ну Ребят Ну Коман Это Ютуб На Ютубе Никто Ничего Не Знает А В Комментариях Всегда Тебя Научит Какой Нибудь Человек Который Знает Лучше Тебя Нормально Не Ну Я Уже Привык К Хотя Все Равно Колят Как Говорится Сидишь Стараешься Причем Что Самое Забавное Комментарий Написан С Ошибками Типа Ну Человек Сам Не Знает Русского Языка Ну Ладно Трава Лерома Да Это же Ингредиент Который Использовался Для Гносис Судя По базе Данных Ордена От Ордена Культа Как Такие Вещи Могли Оказаться В разных Частях Кроссбелла Что Вообще Здесь Происходит Хороший Вопрос Ну Ребят Если Что Слово Которое Правильно Переводить Культ Оно Имеет Несколько Переводов Религиозная Ордена Религиозный Культ Религиозный Орден Или Орден Там Еще Что-то Короче Там Куча Значений Поэтому Иногда По контексту Почему-то Идет Так О Эмо Поэтому Если Я Вдруг Вместо Культа Скажу Орден Это Значает Что То же Самое Просто Договорился О Это Прямо То Что Было Нужно Так А Это Бутылка Что Эмо Сан Держит Это Пищевые Добавки Это Еще Переводится Как Энергетик Так что Целее всего Это Энергетик По сути Да Это Одно И то Похоже Похоже Она Действительно Очень Устала Сполитан Икс Так Название Звучит Интересно Похоже Она Решила Выпить Довольно Крепкий Напиток Ваджик Ну а Что Поделать Я Всю Ночь Не Спала Или Что Вы Хотите Сказать Что Это Как-то Странно Необычно Что Я Пью Энергетические Напитки Знаете А Нет Ответьте Мне Детектив Ллойд Баннингс Да Нет Вы Что Не Ничего Подобного Ну Раз Нет Никаких Проблем Тогда Чем Вы Тут Занимаетесь Слоняясь Без Особой Без Особого Без Особой Цели Сейчас Вам Нужно Выполнить Как Можно Больше Запросов О Помощи Боже Мой Она Прямо Ходячая Катастрофа Да Ну Ей Говори Так Так Стоп Это наш Дед Да С внучкой Да Это он Мой внук Рой Наконец-то Нашел Работу Он работает У одного Киоска На этой же Улице В молодости Я тоже Работал В уличных Прилавках Так что Я действительно Очень глубоко Тронут Ну что ж Это означает Что мне нужно Постараться И пронаблюдать За ним Чтобы все Шло хорошо Ура Ребят Ведра Так Ну Эли Сказала Что Дома Возьмет Каталог Как вы думаете Она возьмет Его сейчас Нет Конечно же Потому что Она просто Сказала Хюгук Мальчик Что живет Напротив Недавно Недавно Научился Оставаться Дома Один Я горжусь Им А А А Каталог Ну Эль Ты же Обещала Хочу Гонку На Великах Цветок Каталог Цветок Каталог Я Попросил Скотта Лин И остальных Чтобы они Подтвердились Эту информацию На всякий случай Хотя из того Что мы поняли Эти цветы Обычно Находятся В тех местах Где появляются Крептиды Но к сожалению Мы не знаем Причину Появления Этих цветов Причину Однако Можно совершенно Точно Сказать Что между Появлением Крептидов И присутствием Цветов Есть Какая-то Связь Кстати Говоря Как обстоят Дела С Расследованием У гилди А вам интересно Смогли ли мы Избавиться От тех Трех Крептидов А с двумя В то время Как вы С двумя Другими Разбирались Да Сегодня мы Закончили Разбираться С ними И Заново Начали Расследовать Места Где они Появлялись До сих пор А Вот как Нет Никаких Гарантий Что эти Крептиды Не появятся Снова Так что Будьте Осторожны Да Конечно Я Свяжусь С вами Если Что-нибудь Выяснится Так что Вы тоже Продолжайте Своё Расследование Ребята А можно По-русски Так Окей Ариус Занимается Криптидами Кот и Вензел Врат Танграм А Рин И Оля Находится Вурсула Окей Так Где Скорее Всего Сейчас Играет Мэйлин На улице Сандец Сейчас Действительно Очень счастлив Потому что Получил Свой Первый Выходной За Долгое Время Правда Стоп А до Этого Родион Был Тоже Дом Он Кстати Статую Надо Букормить Только Нечем Давай Тива Ура Молодец Красава Какая Же Ты Красава Тива С Первого Раза Так Мы Если Что Приготовили Уандер Кэнди Чудо Конфета Так А в ресторане А что В ресторане В ресторане Никого О Кот Привет Даже Не заметил Сала Сейчас Поищем Так Что Тут Происходит Эй Клиенты Об этих Детях Не Беспокойтесь У 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 Тоже У У У Нет ингредиентов, которые нужны, чтобы поменять. Ну, джинго, подождешь. О, что тут происходит? Вы, ребята, говорите об этой энигме или о том, что она энигме? Посмотрим в следующем разу. Вот, если поднести его к уху вот таким образом, то оно превратится в устройство связи. А, вот как! Значит, вот как оно все должно работать. Полиция, брейсеры и даже ваджи уже все это используют. Кстати говоря, Эшли-сан, а эта штука сколько вообще стоит? Ну, в основном их производят на заказ, так что не менее 100 тысяч мира. Но, если вы будете брать это у меня, то я могу, так сказать, стать немного более гибкой в отношении цены. Ну, так что, ребят, скажите, берете или нет? Сколько? 100 тысяч? Да это все равно, что купить 100 тысяч шоколадных конфет по одной мере. Чего? Ну, вы, ребята, как-то странные, необычно реагируете. Эх, ладно. Да уж, ребят, телефоны стоят дорого местные. Кстати, это я поспешил. А, во-во, я с детьми еще хотел поговорить. Он что-нибудь интересное скажет. Эй, Джинго, я пришел поиграть. Стоп, как его зовут? Ребят, держитесь. Знаете, как зовут этого мальчика? Те, кто смогли это прочесть, сейчас уже поняли. Его зовут Ван. Ну, или дай нам что-нибудь. Так, ребят, знаете что? Мира у вас есть? И? Ну, было, но я потратил все вчера. Мы съели много мяса зато. То есть никто из вас вообще не понимает, в чем смысл всего этого. Эм, ладно. Матвей, нет. Чего-то взял. Как бы, нет. Он пишется точно так же, как и наш знакомый Иван. Ну, Астер, если это так, то это как-то немного неправильно. Я понимаю, почему это получилось так. Ну, ладно. Похоже, что ребята из Вайпер начали искать Вальда. И похоже, что последние несколько дней его вообще нигде не видели. Хм, нигде? Интересно, чем же он занимается тогда? А, ты, Абас и остальные ребята не видели его? Нет, последнюю неделю вообще никто не видели его. Да, мы и до этого очень редко его видели. Вот как. Вальдже, не стоит слишком сильно тебе беспокоиться об этом. Несмотря на то, что он исчез, прошло всего лишь несколько дней. Кроме того, у тебя сейчас есть и другая, более важная работа, которая требует твоего внимания. Разве не так? Ну, да. Ладно, спасибо, Абас. Так, окей. Ну, кстати. Этот чувак с той жидкостью, интересно, скажет что-нибудь интересное. Опа. Эшли заказала большое количество моих коктейлей. Хм, ладно. Она хвалила их за то, что они готовятся очень быстро и очень хорошо подходят. Для поля битвы. Это она комплимент мне сделала или как? Да и вообще. Не важно. Мои коктейли, самое главное, одобрила сама Эшли. Пацан. Вот, можете попробовать тоже. Так, вы получили коричневую. А, это коричневая жидкость. Матвей, нет. Скрытый смысл есть. Это специально все сделано. Не пытайся спрятаться от истины. Не получится. Эй, Джейд. Эти ублюдки. Поки и Дино. Еще не вернулись? Нет. Ждем все еще. Им все-таки нужно провести дополнительное расследование. Исследование. И расследование. Ну, кстати. Похоже, ребята, у вас самих-то голяк, да? Ну, да. Сорян. Ну, мы пошли по всем местам. Где его там видели в последнее время. Но тоже голяк. Понятно. Вальца. Вот серьезно, куда ж ты делся? Да. А, к Грейс нельзя идти. А то мы сдадим квест случайно. Который нельзя еще сдавать. Так. Погнали к башне. Хотя бы осмотримся. Так. Кстати, а внутри нас пустят вообще сейчас? О. Ну, по идее, почему нас не должны пускать? Ну, вот к дитру мы не пойдем, походу. Увы. Так. А у вас есть карта доступа? Без карты вы не сможете воспользоваться лифтом. Али. Ну, как бы, к сожалению, да, на этом все. Нас не пускают наверху. Отстой. Так, это у нас... Реф. Молето. В дни, когда мэрия открыта для посетителей, этот фойлот заполнен людьми, которые приходят посмотреть на достопримечательности. Приятно было видеть эти выражения лица, которые были в шоке от того, что тут находятся, когда они впервые заходят в здание. Ну, понятно. Ничего интересного. Так, ну чтож, тогда... Куда пойдем сначала? Нам нужно к вратам пелгат обязательно... За книгой. Толар, в банк куда? В банк как бы можно пойти, а на второй этаж наверху нету нельзя. Хорошо, поехали! Где мы идем? Кстати. Где цейт? Ну все, потыкали цаи-то. Хорошо, поехали! Где мы идем? Хорошо, поехали! Хорошо, поехали! За книгой нам на крышу надо. О, это вы, ребята? Ну, ребят, нельзя не зайти к ней. Вы не столкнулись с какой-либо опасностью по пути к вратам Белгард? Что? Ну, да нет, вроде ничего необычного мы не заметили. Понятно. Судя по всему, сегодня они не появлялись. А да не-не-не, ничего, не беспокойтесь. Я про работу. Хотя, может быть, в будущем я все-таки поконсультируюсь с вами насчет этого вопроса. Так. Я не очень понимаю, что происходит, но если тебе нужна помощь, можешь в любой момент меня позвать. Хорошо. Тогда я попрошу о помощи, когда придет время. Так, ребят, ждем квест от нее. Отлично. Так, я читал ваш отчет о расследовании. Трава Плерома, да? Никогда не думала, что снова увижу это имя. Которая еще всплыла в деле с культом. Действительно. Мы сами, честно говоря, были в шоке. А что насчет будущих... А что насчет будущего расследования? Ну, пока что силы охраны Кроссбелла все еще не могут никуда двигаться. Но... Тут факт, что мы смогли уже выяснить причину появления криптидов. Большой прогресс. Большой шаг вперед. А вам, ребята, стоит продолжать дальше вести расследование в мере своих сил. Да. Пожалуйста, предоставьте это на. Астер, какой смысл читать половину документов и потом половину еще вспоминать? Нет, мы уже сделаем это в последней главе. Вилдин что-то там говорил про фрагменты. Единственный фрагмент пропущенный. Это пока что звездные башни. Я очень надеюсь, что нам дадут еще пойти туда. Просто на сюжетных данжах нужно быть внимательнее. Да и на данжах в сайдах тоже. Так, насчет книги. Вот она. Брауд Сан подарил мне вот эту книгу, чтобы я немного отвлеклась. Она оказалась весьма интересной. Так что, если вы хотите сами ее прочесть, то вот, пожалуйста. И восьмая глава. А, понятно, ну да. Вчера по игровому времени, да, мы уже брали фрагмент. Так что, следующий ждем. Так, ну что ж. В больнице осталось и все. Закончили с беготней. Так, в больницу. Икзо. Доутик да. Ну, слушайте, я думаю, сегодня можно взять и квест на уничтожение монстра. Как раз какое время нам хватает только на него. Брать какой-то большой квест не получится. Кстати, Иолия и Линн должны быть где-то здесь. Ох. А, вот и. Они. О, это вы, ребята? Линсон. О, Лиасан. Значит, вы находитесь в больнице? Вы получили какой-нибудь другой запрос? Нет. Мы делали тут небольшой перерыв и готовились к тому, чтобы продолжить расследование, связанное с криптидами. Мы собираемся отправиться на середину дороги Урсула. То место, где вы нашли криптида, ребят. Ну, и попытаться исследовать связь между криптидом и тем голубым цветком, о котором вы сообщили в рапорте. Кстати говоря, Ариосан тоже вернулся к работе и в данный момент пошел разобраться с последним криптидом, с которым должны были разобраться гилдия. О, правда? Мы можем вам чем-то помочь? Да нет. Я думаю, что у нас все под контролем. Однако, если вы предоставите мне возможность пообщаться с Тио, будучи только с ней наедине и имея возможность трогать ее по-всячески, когда я вернусь домой, само собой, то я буду очень рада. Отказано. Да. Там, если что, в оригинале использовалось слово, которое, ну, переводится как физическая интимность, физический контакт и что-то подобное. То есть она хотела именно ее трогать, именно чтобы у них было что-то физи... Ну, ну вы поняли, да? Как бы. Ой, да как так? Да уж, кто-то не меняется. Ну, короче, беспокоиться не о чем. Вы, ребята, делайте то, что должны и в ваших силах. Поняли? Тогда удачи вам тоже. Да уж. Слушайте, ну... А это не будет считаться домогательством и, по идее, Иолю за такое могут посадить на несколько лет? И у всего лишь 14, так что... Если, конечно, она не даст согласия. Если она согласится, тогда проблем не будет. Хотя, стоп, мы же в Кроссбелле, ребят. Кроссбелла из окона. Угу. Звучит смешно. О. О. Здравствуй. Здесь тронг Сесиль. Что за котян? Здравствуйте, ребята. О. Ллойд, ребята. Здравствуйте. Вы пришли навестить Шизуктян? Ну, да. Мы случаем не помешали вам? Нет, ничего подобного. На самом деле, мы тут получили письмо от Михаила, который уже вернулся в Лиманский автономный округ. Я как раз собирался прочесть это письмо для Шизуктян. Ммм, Михаилку? Это же тот мальчик, которому сделал операцию, доктор Сейланд. Да, мы очень подружились с ним. Мы дали обещание, что будем писать друг другу. Даже когда он покинет библиотеку, больницу. Ну, это здорово. Точнее, не так. Когда он покидал больницу, мы обещали, что будем писать друг другу. Ну, в больнице Урсула мы иногда получаем письма от пациентов, которые были выписаны. К сожалению, я так занята, что редко нахожу возможность написать ответ. Ну, знаете, что происходит с пациентом после того, как он покинул больницу. Это здорово, потому что это прямо наполняет энергией меня. Ну, Ситрёнка Сесиль, учитывая, кем ты являешься, я уверен, что ты больше других или чаще других отвечаешь на письма, которые приходят. Хм, может быть, мне тоже стоит начинать писать. Старшей медсестре Марти. Ну, старшая медсестра была действительно очень счастлива, когда смогла снова встретиться с тобой Кио. И ещё не поздно. Если у тебя будет возможность, то давай, начинай. Ну, я подумаю об этом, когда будет поменьше работы. Так. А, Астар, кстати, да, да, было, было дело. Ну, ты вспомнил, кстати, да. Не, ну, это уже в будущем, когда появится нормальная закона. Сейчас как бы... Ну, ты, конечно, да, вспомнил действительно хороший момент. Доктор Сейланд. Кажется, работает над чем-то новым, чтобы вылечить глаза Шизу Кутян. О, как. Поначалу мне казалось, что она была в депрессии из-за провала. И поэтому мне было сложно к ней подойти и поговорить. Но, как я вижу, у неё быстро поменялось настроение, и она взяла себя в руки. Да, способность быть спокойной и уравновешенной в любое время. Это именно то качество, которое должна иметь такой доктор, как она. Привет, концентрат. Так. Господи, богиня, дай мне сил. Да ты как маленький ребёнок. Ну, сколько раз ты собираешься совершать одну и ту же ошибку? Э? Да, но это не я виновата в этот раз. Это, наверное, ошибка, которую сделали другие. Понятно. Так, всё. Так. Ну, Астер... Ошибки с написанием английских слов, это нормально тут. Потому что, ну... Стоп, разве? Сейчас, секунду. Так, С, О, Н, И, Э, Р. Контор. Хотя, да, там У не хватает. Ну, это... Ошибка. Это как с Мишлемом. Хотя, странно тут. Обычно, вот как раз-таки, в текстурах ошибок нет, а именно в тексте... Ну, ладно. Короче, неважно. Матвей, обязательно увидим. Ну, Вилдин, из-за текстуры ещё сложно это точно разобрать. Просто, возможно, шрифт такой. Хорошо, поехали. А, Астер, правда? Я даже не заметил. Где-то начинай с Cold Steel'ов 3-го, 4-го. Там уже начали исправлять эти моменты. Вроде они уже не попадались. А в старых играх ещё, да. Видно, чувак, который знает английский, и у них... Скажем так. Имеет проблемы с грамматикой, это нормально. Бывает. Так. Сейчас, пытаюсь вспомнить, где там был монстр. До, куда? До, куда? До, куда? До, куда? Передини дороги пойти. До, куда? я уже вспомнил вспомнил а то есть пока версия надо это написала написали как nur station уже ну надо посмотреть хаджи мари что там или где там больница последний раз было он стил 4 точно было астор да там секте текстуры же новые после пока релизе который последний пока консольным короче все что вышло недавно на западе там текстуры перерисованы там были через нейросеть то ли вручную некоторые в общем поработали там ребята некоторые вообще так сильно я видел что отличаются вот да ладно ты тут сравнивать его алюша он нам не совсем правильно от эволюшена не отличаются даже цветом даже узорами и которые а уже можно так так по ходу вот он наш вот я хочу еще кое-что попробовать что насчет пистика да то же самое отлично работает а вот а 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 давайте себе и что или накопим я бы сотня Сразу в бой Без подготовки Блин Без подготовки Кот Ты что несешь Ты что вообще Ладно Вот видишь код Если бы ты смотрел с нами нормально все стримы Тогда было все Понятно А так У него свой кисекин Наверное Ладно Ну кот Да мы видим как тебе все понятно Ну да да Зато интересные детали мы узнали про персонажей про игру Так что кот красава конечно Ну да 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 Эй, кот, что ты понимаешь? Сценарист Ксеноблейда просто выпил хорошенько и написал сценарий Ксеноблейда, который не имеет никакого смысла. Ну да, ты очень много понял. Я тоже видел эту статью. Смешно посмеялся. Эх, блин, враги тут, конечно, ни о чем, чтобы прокачаться. Отлично, все, парни. Но Вилде, нужно мясо. Сейчас у нас упало чуть-чуть. А, нет, не упало ничего. Блин, ну почему они не сделали возможность купить это мясо где-то? Тегуайз, кивоцкера, йогатайз. Так. Анализ. Таргет уточнился. Зоуфоу уточнился. Ух. 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 Узо любви. Ух. 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 Ммм, какие приятные ублюдки, да, ребят? Поля. Идем. 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 Ну, уже чуть-чуть, продержитесь. Отлично. Да, блин. Да, придется все-таки пойти 200 фармить. Идем. Делаем. Идем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА С другой стороны нельзя сесть, только с этой. Так, что там вы скинуло? О. Миленько. Ой, интересно, в арке империи, кто станет любимой лолей чатика? Там есть из чего выбирать. Ой, стоп, куда я пошел? Хотел гостиницу, а не библиотеку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 25 мира. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, Астар, как бы, да. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Подтянуло, как-то само собой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Может, это коту такие сны снятся с голым Ллойдом? Как и бывает. Как и бывает. Опа. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА есть хорошо пошло ну вот это нормально вот я пошутил а ну ладно вот 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 О, хорош. Ну, ребят, вот как-то так. Изи. Отлично, мастер-кварцем прокачали. О, тактическая книга или как-нибудь книга Комбо-Крафт. Хм, тактическая книга. А это, похоже, хорошо подойдет Рэнди Сэмпай и Ваджи Куну. Эй, Ваджи, давай попробуем. Понял. Отлично. Так, Рэнди и Ваджи выучили Комбо-Крафт, который называется Last Rebellion. Тут прямо какая-то битва эскрафтов, или они тебя, или ты их. Ну, в каком-то смысле, да. Потому что они с этим навыком землетрясения нас просто уничтожают всю ХП. Учитывая, что их много. Ну, или мы, используя 3 Мескрафта. Точнее, Комбо-Крафт. Так, ну все, отлично. Мы закончили беготню, мы закончили квест убийства монстра. Дальше можно уже пойти выполнить остальные сайды уже поинтереснее сюжетом и так далее. Так, вернемся домой пока что. Так, насчет квестов у нас самый интересный квест с работой в парке развлечения. Потом там какой-то подозрительный торговец. А, это скорее, не скорее всего, это продолжение того квеста с Митосом, или какого-то деревни Арморики. Потом у нас есть кое-какой интересный сайд-квест скрытый. Потом у нас еще квест есть с посылкой от Капла. Так что да, нас ждут интересные сайды дальше. Но это будет уже на следующем стриме. На сегодня здесь мы остановимся и продолжение следует.